Альбина нам накрыла стол. Будем готовить плов. На камеру ты еще не ел? Всем большой-большой привет! Новый день, новое видео. Мы с родителями приехали к брату на дачу. Я вам сделаю небольшой рум-тур. Они мне разрешили снять. Я вам покажу, какая их дача, как они трудятся, все делают своими руками. Покажу их красоту. Девушки отдыхают. Дуб. Росим посадил большой, уже вырос. Яблоня. Росим не проводит экскурсию? Сама пойду. Вам все показывать. Это еще одна яблоня. Трудик. Красивый. Со стороны хочу показать. Домик. Так, дальше. Картошка. Уже скоро нужно, наверное, будет выкапывать ее. Так, гортензию. Альбина садила и смотрите, какая она пушистая, большая выросла. Цветы белая. Так, это слива. Вижу одну сливу. В этом году не у нас, не здесь нету. Отдыхают, наверное, они все. Капуста. Капуста. Капуста тоже хорошая. Это брокколи. Единственная капуста ее называют. Смотрите, как она поцелонахи завязала. Альбина. Птички, чтобы не кривали. Капуста, морковки. Беседка. Вишня. Вся поклеванная птичками, вижу. Здесь какая-то зеленушка. Не знаю, что это такое только что посажено. Потом у Альбины спрошу, если не забуду, вам подпишу. Морковка, свекла, горшок. Специально так сделали, чтобы как будто упал. Может, он упал. И так оставили. А может, так задумано. Так, здесь. Здесь. Это, скорее всего, огурчики. А, нет. А, ну да. Огурчики. А это должен быть виноград. И вот, мне нравится вот это вот место у них. Очень красивое. Травка подстрижена. Деревья. Значит, туалет. Собирать надо. Или ее. Птички тоже поклевали. Угу. Кислое до ужаса. Кхм. 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 И мы тихонько-тихонько подошли в мангально-шашлычную зону, наверное. Так правильно ее будет назвать. Красиво. Все сделал своими руками сам. А здесь должна быть лестница. Да. Вот она. Проходик был. Уже совсем-совсем не видно. Раньше эта территория вся в деревьях была. А теперь они за ней ухаживают. И жгут мусор там в почках. Дальше пошли участки дома. А это, возможно, это орешник. Еловые шишки заготовили. Так участок выглядит с этой стороны. Патиссоны. Недавно построили баню не в прошлом, а в позапрошлом году. Патиссоны, кабачки. Сейчас зайдем посмотрим баньку. Раз уж я в последнее время хожу, у всех все показываю, и здесь покажу. Обыкнули мы снимаем. Так, снимем. Тут зона отдыха. Баня. Классно. Все новенькое. Давайте брата послушаем. Продолжение следует. Это показывает. Картошку, говорит, уже три ряда картошки, уже на следующей неделе будет копать. Там малина и после малины уже участок у соседей. Так, ну а мы с вами хотели посмотреть баню. Ого! Крепит свет. О, баня. Вчера топили баню, смотрите, она у них какая классная. Так мне нравится. Тоже хочу свою баню обшить у родителей. Чтобы все светленькое было. А сейчас она у нас обшита из вагонок. И вся вагонка темная стала. Но мы и изначально, изначально ее темной пропиткой промазывали, ведеркой, по-моему. Айбуат им подарил у Расима сын. Или они сами купили, не помню. Градусник, а сейчас в бане 40 градусов. Ну, жарко я чувствую, жарко. Ой, давайте выйдем отсюда. А на улицу уходишь. Ух ты, холодно. Сегодня не так тепло у нас на улице. Я почему-то говорю шепотом. Я надеюсь, вы меня слушаете. Сейчас. Я просто недавно встала. И сделаю. И начну нормально все рассказывать. Я без тебя экскурсию снимаю. Да, ладно. Папа яблоки уже кушает. Так, теплица. Ну, давайте не через окошко. А через нормальные двери зайдем. Так вот, сказал, картошку на следующей неделе будут выкапывать. Цветочки, цветочки. Красивые. Так, вот теплица. Вот у всех все аккуратно. Ну, то, что у меня. Курочки. Я тоже в этом году хотела такую сетку. Курочку купить, но так и не купила. Вот на следующий год у Лаберса тоже обязательно такую куру. Удобная она. Продается в экспрессе. Постоянно прохожу и забываю потом. Так, с этой стороны беседка, груши. Я вот грушу хочу попробовать. Здесь небольшая теплица тоже пойдем через нормальную дверь посмотрим. Вот у них еще один прудик есть. С гномиком. Гномик сидит, всех встречает и охраняет. Прутик. Калина. Так, вот яблони. Много яблок. Цветочки. Так, здесь помидоры. А здесь перцы. И еще что-то для меня новое, что я не знаю. Перчики высокие. А, эти. Забыла. Синие. Синенькие их называют. А, баклажаны. Да, баклажаны. Я их как-то в одном году тоже пыталась вырастить, но их надо рано сажать. В январе, по-моему. Ну, по крайней мере, у меня в сентябре они только начали свистеть и все. Вот, баклажанчик. Ого! Тут их много еще. Молодец, Альбина. Еще? Это соседний участок. Ой, не буду снимать. Еще, наругают. Такой вот домик. Заходим домой. Столовая. Новая кухонька у вас тут. Привет. Тебя тоже? Я не снимаю тебя. У всех. Ноги только снимаю. Ноги? А, на ноги, да. Никто не хочет сниматься. Вот они сказали, сделали новую кухоньку. Плита новая. Здесь тоже. Все. Так, и все, все, ухожу. Здесь комната. Комната-гостиная. Как называют? Где гостей принимают? Ну, гостей принимают обычно там в беседке. Ну, а здесь уже отдыхают. Идем на второй этаж. Ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, здесь так жарко. Это комната раньше была у Айбуата. Ну, и сейчас, скорее всего, она у них. Или как будущее детское. С игрушками. Скорее всего, эти игрушки все у Айбуата. А это спальня. Спальня у Асима Яйбина. А ну, мы ведь опять шубь и он разрушает. Шубь и он. Шубь и он. Ну, ой. Мама уже за столом. Альбина нам накрыла стол. Сейчас мы попьем чай. А потом, наверное, пойдем делать плов. Ну, посмотрим. Может, не будем делать. А вот. А еще Асим сказал, что он нам затопит баню. И, возможно, родители помоются в бане. Альбина крошит лук на плов. Морковку. Асим унес казан. Сейчас будем готовить плов. Да? Самый-самый вкусный. Асим уже затопил печку. Как ее правильно назвать? Печка, не печка. Так мне нравится запах дыма. Сразу вспоминаю баню, деревню. Обычно, когда гуляли по улицам, такой же запах шел. Вот именно дров очень нравится. Асим идет с казаном. Мне дали поварешку. Здесь у нас лук накрошенный. И мясо. И мясо. Мясо индейки и куриного флета. А ты когда научился плов готовить? А? Когда научился плов готовить? Когда вот эту зону построил? Сделал? Да. Масло забыли подсолнечное. Масло. Принести? Я помню, он у нас от родителей брал казан, чтобы здесь, наверное, по форме вырезать. Дровишки заготовлены. У брата всегда чистота, порядок. И у Альбины тем более. Ой, он уже ушел за маслом. И там уже родителям показывает, как траву косит. Про масло он, скорее всего, уже забыл. Повар. Сейчас телефон. Телефон они туда ставят от солнца. Для родителей родителей. Красивая, да? Красивая картинка. Ой, камеры только трясутся. Вот, красиво. Все, идет. А, про масло вспомнил. Сейчас захватит масло. И еще дальше начнет что-то родителям, наверное, рассказывать. Посмотрим, понаблюдаем. Так, идет. Вот, я же говорю. Все, 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 бежит, бежит. Вода еще не выпарилась. Вода еще не выпарилась вся. Как раз успел. Масло налили. Ждем, когда согреется. Так вот по краям еще надо сболтать. Так вот уже не индика. Узбек не е. Козан. Узбек не е. Козан. Что же нам удается уранить? А, да, ребят, бежит. Блин. Молодец, коллега. Да, болтай. Расим говорит, вот смотри, ты лестница. И вот здесь проходик уже все, вот его практически нет. И Расим говорит, возможно, вот это дерево уберет и здесь уже сделает новый проход, новую лестницу, чтобы было удобно спускаться на эту площадку. Все, закидываем мясо. Смотрите, у него еще вот эта вот зона в камушках. Это, наверное, по технике безопасности он продумал. Ждем, когда пожарится мясо. Мясо схватилось. Отправили лук. Узбеки знаешь, как учили меня плов готовить? Там у них килограмм моркови, килограмм лука, килограмм мяса, да. А рис там мы с ними как искали по всем супермаркетам. Я не понимала, какой у них рис еще. А вот сейчас, когда в Санкт-Петербурге вам приехал этот рис, вот у них действительно рис да крис. Теперь я понимаю, что они искали. Но он у нас тоже продается на развес 300-400 рублей килограмм. Накрыли крышкой, ждем. Ммм, ароматы уже пошли. Тихонечко. Лук, мясо. Пожарится. Приправы будет рисем добавлять. К мясу. К мясу. Я еще слушала, Альбина тебе зиру давала, да? Ее потом можно добавлять? А, на рис. Сейчас пока приправа к мясу. Музыка. всем ушел оставила меня за главную там машина приехала с навозом пошли на вас смотреть у нас же его нет так а ручка то о ручка то не горячие оказывается ну что ж давайте мешать по пускай и моя рука примет участие в приготовлении вкусного пола уже красота а если бы вы знали как пахнет вертолеты летают муки раньки мы такие же как у меня красивый я не вижу у нас готовится видите как пол готовится а главный повар опять что-то объясняет папе россим пов бежит бежит это охота показать и это и рассказать не успевает папе говорю в баню уже можно идти и в баню топит и пов чего а да да про машину спрашивает на сцепление он мне вчера промазал все хорошо а пов готовится смотрите крышку открываешь пожалуйста жарим шашлык но сегодня мы не будем жарить шашлык а крышка закрывается можно использовать вместо стола как вкусно пахнет и соль еще уже не добавлял добавляем воду чёрную все на глаз делаешь да да остатками поливаем кусты и поварим путем еще минут 15 так закипит потом добавим навыки что теперь дальше можем гулять сейчас надо папу а еще надо газ у добавить Побыстрее закипела. И одну полежку покровнее. А мне Расим сказал заснять тут деревья. Так, я была права. Это дерево орешник. Орешков не вижу. Но они есть. В красивом виде. Дальше. Дальше идем. Так, он мне конечно говорил по названию эти деревья. Но я ничего не запомнила. Здесь какой-то куст. Дерево. Не куст, а дерево. Так, елочки. Он сказал, что он посадил елки. Ну, они маленькие. Ну, ладно, к елкам мы вернемся. Сейчас я тихонечко здесь спущусь. Так. Это дерево. Тоже орешника он посадил. Да. По листьям видно орешник. Дерево клена. Такое же вырастет. Большое-большое ладерсо. Как вот возле дома стоит. Так, и вот. По листьям, кто знает, сразу же определит. Он мне говорил, а я забыла. Вот они. Три. Три кустика. Так стыдно, что я не запомнила. Три кустика посадил. И потом, на следующий год, когда я приеду сюда, я вам покажу, как, обязательно покажу, как они выросли. И вот еще. А вот это вот третье. А нет. Что-то он сказал здесь у него. А, вот, наверное, вот это вот дерево я имел в виду. Зимой немножко стало замерзать бревна от старой бани. Смотрите, как красиво. Склон такой. Так. В дальнейшем он сказал, вот у этих елок оставят только стволы. И вот он посадил вот эти вот елки. Да, они подрастут. И получается, будет ограждение от соседей. Ну, как-то он красиво объяснил. Ну, я не могу так красиво, как он рассказать. Вот они. Раз, елочка. А, вот. Там вот елочка. Здесь елка. Здесь. Здесь. И вон еще третий. Нет, не третий. Раз, два, три, четыре, пять. Пять елочек посадил. Елки такие. Ай, ключи. Но красивые. И елка, и ель. Жарко уже. Сейчас папа пойдет в баню. Я уже залазила туда. Посмотрела кладовую. Хочу попробовать грушу. А, смотрите. Смотрите, как она висит. Я ее и попробую. Так. Кипит. Бурлит. Висит вот стойка. Ну, и уже и в конце чесночок. Да, смотрим, соль. Ну, ты же соль не добавлял уровень. Нет, че. А уже меньше кипит. Ой, немножко вылилось. Да. И вот сейчас, когда огонь уросла... И смотри, Грина, самый такой процесс будет сейчас. Берем рис. А нет, зира. Я уже чувствую аромат. Все, и добавляем рис. Альбина, помощница-повар. Ага. Разнорабочая. Унести, принеси. В середину, наоборот, его рисуем. Потом в середину не выстрелит. Ага, вот так. А, вы сразу же мешаете? Обычно же говорят, не надо мешать. Нет. Нет, это потом уже, когда вот он немножко набухнет, уже вот как тюбетейку делаю. Чеснок не забудь, ладно, Руси? Все, я ушла. Нет, нужно откроевкой гирить. Ну, я потом уже тюбетейкой делаю. Чтобы к стенкам рис не прилипал. Пускай он вначале водой пропитается бульон. Ага. Чесночок. Все. И накрываем крышкой. Да. Накрываем крышкой и ждем. Все, огонь уменьшили. Сейчас посмотрим. Смотрим. Чуть-чуть можно положить. Пару веточек. Чтоб томилось. Все. И все. Все. Ждем. У нас немножко поменялись повара. Главному повару некогда пока. Смотрим. 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 Пока. Продукт. Продукт. Смотрим. Продукт. Смотрим. Вот видишь, когда проминаешь, они становятся не пушистыми. А вот когда его вот так встряхиваешь, как я тебе показывала, Бульнаска по-другому стряхнула. И он руками. А вот когда его вот так встряхиваешь, да? Но теперь будем знать. Пушистый. Я не знала об этом. Вот видишь, пушистый становится. Что-то из морковки нужно. А она не должна быть кашей? Попробуй-ка. Нет. Давай пробуй. Давай, я пустеру бумагу. Можку облезала. Мне очень нравится. Аля, на камеру ты еще не ел? Спасибо. Блокировать за Jade, Я буду спать, Я не хочу, чтобы вернуть всему шедеру. Мы уже доехали до родителей Там я постеснялась снимать на камеру Потому что приехали Айбуа Хочу вам показать гостинцы Они нам послали груши Это очистки от капусты Тоже скотине папа заберет Ой, Альбина Рустаму передала плов Приеду накормлю Рустама Дала мне капусту Качан капусты большой Засолю, сделаю ассорти Потушу И все остальное И также передала кабачок Огромное вам спасибо Знаю, что будете смотреть Очень классно провели этот день Отдохнули, помылись На этом хочу сказать всем Пока-пока, до скорых встреч Так, это не конец видео Я еще не доехала до дома Приехала к Кельвине в гости Хотела со Смоки Поздороваться, сказать Ему привет А он убежал В общем, хочу вам показать Ей установили двери Как вы видите В гостиную Стоилет У нее появилась обувница Вот такая вот красивая Стильненькая Зеркало Зеркало она привезла из старой квартиры Единственное, она хочет перекрасить И оно ей отлично подошло У нее было новоселье На новоселье Девочки ей подарили Вот такой вот пуфик Я тоже с другими девочками Скинулась, получается Вот наш подарок Дальше Дальше идем У нее кухонька Нет, спухни А, Эльвина там порядок делает Ну давайте начнем с кухни Кухонный гарнитур Вы еще точно не видели Телевизор Телевизор там Но он там не будет стоять Видите, розетка Вот он будет висеть там Часики появились И как бы вам заснять кухоньку Смотрите, какая она у нее Классная, красивенькая Да, и Смоки Вы еще тоже со Смоки не знакомы Смоки тоже переехал Да, в новенькую квартирку Да, Смоки Девочка, мальчикам скажи Привет, привет А, Смоки Привет, скажи Да Ой, какой хороший Смоки Так, ну, в общем Вот такая вот кухонька Большая, просторная Красивая Кухонный гарнитур Столик они поменяют Естественно Шторки у нее здесь Сразу такой уют На кухне Сто процентов Холодильник Ну, всю технику вы уже видели Посудомойка Только что Думалось Сушиться Дверь Ой, дверь, говорю Это Ну, я здесь уже все посмотрела Сейчас она все уложила Без нее ничего не буду открывать Ну, и телевизор Я вам уже говорила Раковина Здесь фильтр А здесь мыть посудов Все, как-то так Дальше идем В ванной комнате Ничего не... А вот зеркало не повесилось С подсветкой Она мне так нравится Теперь я тоже хочу Федеральная машина Эти полочки Они здесь должны висеть Она заказала уже сюда шкаф От потолка до пола Не шкаф, а двери от шкафа Тоже будет Заказала в прихожую шкаф Сюда встанет И давайте покажу Смотрите, какое дерево Помните, я вам его показывала? Она его привезла Я видео все время говорила Живое дерево? Нет, это не живое А денежное дерево Огромное Просто огромное Ну, это, естественно Вы понимаете, временно Здоровое дерево Так На подоконнике цветочки появились Мы их все с вами видели Шторки Два столастного серии осталось Диванчик Помните, вместе с вами покупали? Ну, покрывала Она еще не купила Потом купит Так И спальню еще хочу А, вот Что-то не смогла включить Смотрите, как классно смотрится Мне так нравится Я, кстати, уже на Валберис Присмотрела себе Хоблый деток С подсветкой Теперь тоже хочу Очень нравится Еще супер И теперь Заходим В комнату Ильнора Ильнора Да, Ильнара Постоянно путаю Привет А это Младшая дочка У Эльвины Зовут ее Элина Познакомьтесь Тебя еще никто не видел Привет, скажи Привет А это сына Гульнары Линар Привет Так Цветочки вижу Первым делом Компьютерный стол Да, познакомила Шкаф Это все привезенное С той Старой квартиры И диванчик Уютненько Красиво Красиво Он потерялся Все Выходим И двери Двери я вам показала Как-то так В следующий раз Я вам покажу Когда привезут Уже и установят шкаф Здесь будет шкаф И там будут дверцы Все вроде Все А теперь я выключаюсь И Эльвина мне накроет стол Стол накроет А Балиш уже все, да? Вчера у нее был Балиш И я не успела к ней приехать Так как я была у Веры в гостях Балиш есть А, Балиш есть Вот я вижу уже салат Не надо халапиво Какие там вкусняшки Мы сейчас все посмотрим с девочками Что вы Не надо умереть Ладно, все На этом всем пока-пока До скорых встреч А я буду кушать